Благословенно земля, на которой живут и работают такие труженики, как кабринчане. Именно они, жители одного из самых уютных уголков Берестейского края, смогли выстоять и вынести все тяготы военной оккупации и послевоенной разрухи. Восстанавливали из пепла и строили новые предприятия и заводы, школы, больницы. Им помогали и помогают. Вера и любовь к своей малой родине. Надежда, что общими усилиями они смогут сделать свой родной город чище, краше и светлее. Так и получается. Сегодня Кобринщина – один из регионов Брестской области, в котором органично сплелись история и современность, в котором уживаются древние традиции и новые веяния. Район, в котором соперничают громкоголосие промышленных предприятий и колосящихся полей со звенящей тишиной парков, скверов, рек и озер. Я родилась в Кобрине, конечно, горжусь. А как, развивается Кобрин, на ваш взгляд? Конечно, еще как. По сравнению, как раньше было. А что замечаете? Здание новое, красивое, улицы чисто, очень убрано красиво везде. Можно сказать, что вы гордитесь? Очень. Город Кобрин очень быстро развивается. Ну, особенно в спортивном плане. Но когда ходишь по городу, ну, душа радуется за него. С каждым годом город все лучше. Но после дожинок 2009 года город вообще преобразился просто сказочно. Потому что у нас очень много новых структур появилось в Кобрине. Есть где людям отдохнуть. Очень много мест красивых появилось, новых, которых раньше не было. Вот. И, конечно, я очень горжусь, что у нас такой красивый город. Я часть города, я водитель автобуса. Хочу поздравить всех кобринчан и пожелать, чтобы город был таким же красивым и приятным, и люди всегда были хорошие. Я, например, любуюсь своим городом. Все время любуюсь. Я много где ездила. И Россия, и Польша. Но только красивее Кобрина нет. Мне аж дышать здесь легко. В Кобринском районе живут замечательные люди. Вы сами видите, какой город. А это складывало историю. То, что мы прожили, это действительно история. И, наверное, благодаря тому, что такие замечательные люди здесь живут, мы сегодня имеем то, что имеем. Я давно живу в Кобрине. И он настолько изменился, что это прямо совершенно другой город. А каким он стал? Великолепным. Великолепным. Это не то слово. Юбилей района – дата особенная. Своей неизменной искренностью и теплотой она сближает нас всех. Этот праздник старшего поколения ветеранов, чьим трудом жив город. Праздник молодежи, который еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой родины. Но какими бы разными люди не были, как бы ни складывались судьбы, всех их объединяет любовь к родному краю, участие в его судьбе, неравнодушие к его облику и традициям. Сегодня в связи с той историей, которая у нас сложилась, можно о главном заявить сегодня во всеуслышании. Это то, что я уже год проработал, в том числе, председателем райисполкома на Кобринщине. Я скажу, такую сплоченность по республике же ездил, видел, смотрел. Прекрасная у нас страна, люди прекрасные. Но вот кобринщане все-таки, в моем понимании, настолько сплоченность умеют проявить, когда нужно. Когда нужно выйти на результат, когда нужно поддержать друг друга, когда нужно погулять. Мы любим эту жизнь. Вот в чем мы любим эту жизнь? Мы любим за нее бороться. И я не сомневаюсь, что Кобринщина и будет так же достойно продолжать свою летопись. И мы будем встречаться, будем делать хорошие дела, будем радоваться жизни, вместе отдыхать. Все у нас будет достойно и правильно. Современный Кобринский район – это динамичный край. С устойчивой промышленностью и сельским хозяйством. Ставка на модернизацию, повышение качества и конкурентоспособности обеспечивает постоянное наращивание объемов продукции, которая сегодня пользуется спросом не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Развиваются внешнеэкономические связи, инвестиционная политика, растут объемы строительства, повышается рождаемость. Город очень интенсивно развивается, развивается район и вносит свою лепту в копилку всей Брестской области. Поэтому сегодня здесь есть предприятие и республиканской собственности, и местного. И активно растет сегодня предприятие частного бизнеса. Только в этом году, в прошедшем, вернее уже году, около 50 предприятий создано, тем более 10 промышленных уже работают. Город сегодня и район идет в нормальном, четком поступательном движении развития. Поэтому желаю всему Кобринскому району, жителям Кобринщины, успеха, мира, добра и благополучия. Именно для них и именно им, людям, прославившим и славящим родной Кобринский край, прекрасный торжественный вечер, подготовленный районно-исполнительной властью. В стенах Дворца культуры собрались те, кто внес достойный вклад в развитие региона. Руководители предприятий, ведущие инженеры и строители, врачи и педагоги, мастера культуры, рабочие аграрии поднимались на сцену, чтобы получить награды за свой труд. Грамоты и дипломы от Брестского областного исполнительного комитета и областного совета депутатов, от РАИС полкома и Кобринского депутатского корпуса. И каждому нашли слова искренней признательности за тот весомый вклад в копилку значимых и знаковых дел, которые были сделаны за 75 лет на Кобринщине. И уже по сложившейся традиции, в дни юбилеев самого высокого статуса, звания почетного гражданина города Кобрина, были удостоены почетные люди края. Мария Николаевна Клочкович, заслуженный учитель Беларуси, долгие годы возглавлявший открытое акционерное общество Кобринский завод агропромышленного машиностроения Иван Павлович Мороз и Владимир Григорьевич Кузич, заслуженный работник сельского хозяйства республики. Сейчас это совершенно другое в сельском хозяйстве. Мощные машины, мощная обрабатывающая, кормозооттавливающая техника. И когда я выезжаю изредка на поля, я радуюсь от всей души успехов наших земледельцев. Если говорить о городе, город изменился. Раньше город захолустный такой, провинциальный, небольшой городишко был. И вдруг после дожинок развел полный красавец город. У нас много прекрасных, замечательных людей, которые творят вот эти чудеса. Творят в полном смысле слова. Ну и, конечно, кадры, руководители. Каждый по-своему вложил душу и сердце в восстановление города, в развитие агропромышленного комплекса. Работала директором Ковринского профессионально-технического училища. Где пришлось мне показать свои возможности, свой талант, свою, может быть, образованность в этом плане. Ну и мне город Коврин я всегда любила и люблю и радуюсь каждому успеху, который наполняет и район, и город. И считаю, что маленькая частичка нашего труда тоже вложена. И, конечно, для всех участников торжества приятным дополнением к наградам, грамотам, дипломам стал прекрасный концерт, подготовленный артистами Ковринского района. Праздник прошел, а праздничное настроение осталось. Это настроение уверенности в своих силах, ведь Ковринский край ждут новые юбилеи 21 века, свидетелями и участниками которых станем все мы.